На репетиции Капустника для юбилея и сами кукловоды стали похожи на своих марионеток. Ведь перед гостями слово предстоит держать не куклам, а реальным людям, сотрудникам театра, многие из которых отдали сказки не один десяток лет. Первое упоминание о его появлении в Алтайском крае, конечно, это 1938 год. Но тогда это была некая группа из числа актеров других театров. Вместе с куклами они гастролировали по селам Алтайского края. Аромат выступления был эгид-бригадой. Через 30 лет начинается полномасштабная работа. Театр ставит постановки для взрослых, становится частью молодежной субкультуры. Полные залы собирают легенды Атиле Улиншпигеле и Дикамерон. Играть куклами, которые весили несколько килограммов, было крайне непросто. Сейчас большинство кукол легкие, трястевые. Самые тяжелые, как эта лиса, весят до 7 килограммов. Лидия Павлова работает в театре уже 40 лет. Уверяет, что за все эти годы ни одну куклу ни разу не уронила. Подопечных оберегают как могут. Здесь важна дисциплина. Здесь все стоят, идет спектакль, все актеры на сцене. Потому что вдруг упадет кукла, вдруг там что-то сломается. Все на подхвате, как говорят. Актеров сказки, отмечуя тактриса, всегда отличал недетский профессионализм. Позиции не сдают при любых обстоятельствах, даже не имея пока собственного дома. Впрочем, на юбилее труппе пообещали подарить специально оборудованное здание не позднее сентября следующего года. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Андропов. Наши новости.